И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, мы продолжаем наши прямые эфиры и гость нашей студии Константин Бондаренко. Константин, здравствуйте. Добрый день. Ну, сегодня главная новость о том, конечно, посвящена суду над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Суд начался и сразу же закрылся до 18 мая, потому что адвокаты заявили ходатайство о том, что Виктор Янукович будет принимать участие в суде над ним посредством видеоконференции. Ну, вот на этом как бы все начинается. И вот позвольте вас спросить, вы думаете, это начинается только суд над Януковичем или начинается новая, другая политическая игра? Нет, это элемент политической игры. Дело в том, что сам суд над Януковичем – это такое себе пиар-действие. Знаете, история знала немало таких себе пиар-акций под видом судов. Знаете, начиная от трупного суда, когда один из римских пап в X веке вырыл из могилы своего предшественника, усадил его на трон и совершал над ним суд. Все кардиналы обвиняли его и так далее, потом его дружно бросили в реку Тибр. И так далее, и прочие подобного рода действия, которых пиар или же заведомо политический заказ доминировал над конкретикой, над реальным желанием добиться некоего справедливого вердикта, вообще справедливости. Вот в данной ситуации мы видим снова еще один такой пиар-суд, пиар-акцию. С самого начала все, что связано сейчас с этим судом, оно как-то обрастает каким-то элементом абсолютно бессмысленного пиара. Такое впечатление, что этот суд нужен только одному человеку сегодня, Юрию Луценко, для того, чтобы показать, что за год его пребывания на посту генерального прокурора хотя бы что-то сделано. В данной ситуации он хочет показать, что что-то сделано. Несколько акций, которые проводились до этого, лишение депутатской неприкосновенности Новинского, попытки выдвигать обвинения тем или иным политикам и так далее, все они провалились, по большому счету. Сегодня вы слышите что-нибудь там про дело Масичука, например? Слышно ли об этом? Слышно ли что-то о других делах? А Мартыненко? Мартыненко, опять же. Ну, слышно вроде. Да, ну, опять же. Не так громко. Бессирова. Дело. То есть, да, как-то вот волна, всплеск. Все дружно начинают там интересоваться Насировым, а вдруг Насирова исчезает. Встречаю его время от времени в тех или иных местах, в одном каком-то кафе, в другом ресторане. Ну, понятно, что в Киеве. Живет нормальной жизнью и так далее. И, соответственно, я думаю, что и о нем забыли, и он уже забыл это все как страшный сон, то, что происходило с ним только полтора месяца назад. Что касается дела Януковича, это абсолютно беспроигрышный вариант с точки зрения Юрия Виталиевича Луценко. Он передал дело в суд, он нашел, как бы, аргументы, улики и все прочее. И теперь суд должен установить меру вины и определить, является ли гражданин Янукович Виктор Федорович 1950 года рождения там виновным. Государственное изменение, да? Я более чем уверен, что суд даже вынесет решение о том, что он виновен. Но дело в том, что дальше Виктор Янукович может обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. И процессуальная сторона этого дела настолько слабая и настолько натянутая, что Украина в этом процессе просто проиграет. И тогда все, Луценко, целый ряд людей из генпрокуратуры, целый ряд людей, которые близки к министру внутреннего дела и прочее, будут кричать о том, что Европейский суд по правам человека продался Путину. Что Путин купил Европейский суд по правам человека. Как это у нас обычно любят говорить. Если Украина где-то проигрывает, говорят, вот это Путин виноват, значит он все купил, все на корню скупил. Не думая о том, что на самом деле вот этот элемент пиара губит любое начинание, которое пытаются продемонстрировать представители нынешней политики. Я не знаю, говорил ли Степан Бандера те слова, которые ему приписывают, что наша власть должна быть страшной. Но он точно не говорил, что наша власть должна быть смешной. Ну вот на самом деле я почему спросила про политические последствия. Потому что вот вчера стало известно, что Интерпол снял с розыска и Виктора Януковича, и его сына Александра, и Ставицкого, бывшего министра энергетики, и Андрея Клюева. Один момент. Дело в том, что правильно заметил в своем фейсбуке Кирилл Куликов, бывший руководитель украинского представительства Интерпола. Что Интерпол на самом деле называется международной криминальной полицией. Международная криминальная полиция. И соответственно она рассматривает только уголовные дела. А в то время, когда Украина, когда исполняющий генерального прокурора Украины Махницкий в свое время, написал ходатайство в Интерпол, что гражданин Янукович, будучи президентом Украины, вступил в преступный сговор с премьер-министром Украины Азаровым, министром энергетики Ставицким, и так далее, и так далее, перечисляя. То есть сразу же давая понять, что это политическое дело, что это политические фигуры. И соответственно Интерпол не имеет права по своему уставу, по своим внутренним документам, не имеет права расследовать это дело. Потому что это дело политическое. То есть Украина с самого начала оформила, сознательно, не сознательно, но оформила заявку, которая была политической изначально. Плюс ко всему, обвинялись эти лица изначально по статье 365, которая известная Юлина статья, так называемая, превышение должностных полномочий. То есть это та статья, которая отсутствует в уголовных кодексах всех европейских государств. Та статья, которой так добивались отмены ее в нашем уголовном кодексе. Соответственно по этой статье попытались привлечь Януковича и всех прочих сразу же после Оранжевой революции. Естественно результат был заведомо известен. Очень важно еще заметить, что и Александр Анищенко. Александр Анищенко по другой фактической причине. Но Александр Анищенко сейчас всячески стрательно показывает, что его дело тоже политическое. И соответственно вот эта его апелляция к пленкам, к тому, что он записывал постоянно разговоры президента, что его дело это личная месть Порошенко. Это все тоже сыграло свою роль в том плане, что его тоже сняли с розыска. Любое политическое дело, любое дело, которое может оказаться политическим, оно сразу же автоматически снимается с этой красной карточки, снимается с картотеки. Очень многих людей, например, известное дело Колобова. Известное дело Колобова, которого арестовали в Испании. Но его адвокаты сумели доказать. Вот публикация, смотрите, что написано про Колобова. В украинской прессе. Что Колобов, бывший министр экономики и так далее, министр финансов, извините, в правительстве Азарова. Вот что его ждет в Украине. Прямые угрозы прямо в средствах массовой информации в его адрес были. Прямые угрозы, которые звучали из уст некоторых народных депутатов и даже из уст некоторых министров в его адрес. Естественно, их показали суду. И этого было достаточно для того, чтобы и в Интерполе его сняли с розыска, и для того, чтобы его освободили, поскольку убедили, что это дело носит политический характер. Так что иногда лучше молчать, лучше жевать, чем говорить, как говорится. Ну, как вы считаете, вот к Онищенко-то к этой истории мы еще вернемся или уже закрыт? Нет, я думаю, что Онищенко сам будет намеренно возвращаться к этой истории. И Онищенко будет всячески троллить, всячески будет дергать за веревки и так далее. Тем более, что, я думаю, дыма без огня не бывает. Я не знаю, что есть в записях Онищенко, существуют ли они, вот эти записи, но, возможно, какой-то информацией он владеет. И его недаром не выдают Украине, недаром его не арестовывают, недаром он живет себе абсолютно свободно в Великобритании. Вот, потому что очевидно, что у него есть некая информация, он владеет некой информацией, которая может быть опасной для отдельных украинских политиков, для отдельных украинских лидеров. Ну, и теперь давайте немного поговорим о внешней политике, которая к нам непосредственно отношение имеет. Визит к Путину стали съезжаться разные мировые лидеры. Вначале Меркель приехала, потом Эрдоган наведался. Вот с Эрдоганом потом еще поговорим, но Путин сказал, что все вообще отлично. А вот с Меркель, я вот посмотрела пресс-конференцию общую, у меня создалось впечатление, что впервые, когда Путин говорил какие-то вводные слова, он читал, вот я не все время смотрю пресс-конференции, но видно было, что он даже немного боялся отойти от тех пунктов, которые, видимо, ему подготовили. И, ну, на самом деле, вопрос-то главный в чем? Нет другим форматом, сказала Меркель, Минск остается. Плохо, что пока не выполняется, нужно сделать все, чтобы он выполнялся. Вот, несмотря на то, что и журналисты немецкие, и российские задавали вопрос о том, что, ну, они мертвые, они не работают. Минск не работает. Но тем не менее. Вот как дальше со всем этим быть? То есть, если наши партнеры западные говорят, будем выполнять, Путин сказал, что другого варианта нет вообще. Но он еще одну интересную вещь сказал. Путин сказал, что Украина должна сесть, Киев должен сесть за стол переговора вот с теми, кто сейчас возглавляет, как мы называем, так называемые. А дело в том, что другого пути фактически нет. Он тоже сказал эту фразу. Да, это... Я говорю об этом с 2014 года, еще до Путина, еще до того, как об этом начали говорить, что нам не избежать прямого контакта с теми, кто сейчас выступает от имени самопровозглашенных республик. Нам не избежать этого. Как бы кому-то хотелось, не хотелось. Как бы это не выглядело там зрадой или еще что-либо. Вот. Мир просто не знает другого выхода. Либо силовой вариант, вот, на который у нас сегодня нет ни ресурсов, ни санкций со стороны наших старших братьев и, скажем, тех, кто дал мандат на управление или ярлык на княжение в Киеве. Нет возможности, фактически, для силового решения этого конфликта. Если нет силового решения, значит, переговорный процесс. Минский процесс – это попытка уйти от переговорного процесса, прямого переговорного процесса. То есть, минский формат – это значит, что есть три посредника. Значит, Россия, Германия, Франция. Есть ДНР, ЛНР и есть Украина. Германия и Франция как бы выступают гарантами того, что Украина будет договороспособна, Россия выступает гарантом того, что ДНР и ЛНР будут дееспособны. Вот эта формула. Но нет прямого контакта между Порошенко-Платницким, Порошенко и Захарченко. Все сводится к тому, а кто они такие, почему я с ними должен садиться за стол, кто их уполномочил. Да никто не уполномочил, они в данной ситуации контролируют эту территорию. Они возглавляют администрацию, которая самопровозглашенная, не признанная, но она действует. И они, вот этих там 3,5 миллиона человек, которые находятся на этой территории, сегодня будем называть их заложниками, будем называть их как угодно, но они граждане Украины, которые находятся под контролем этих граждан. Возьмите любой конфликт, который решался мирным путем, любой конфликт, любой военный конфликт, который потом в результате привел к миру. То ли балканские переговоры, переговоры на Балканах. Любое государство решали переговоры, исключительно когда садились стороны непризнанных разных республик, разных образований, которые образовывались, и представители законного правительства садились за стол переговоров. И в результате, были посредники, были там прочие инструменты, но вопрос в результате решался. Сегодня на Балканах мир. Сегодня тревожно, но все-таки мир. Вот шаткий мир. Африканские конфликты тоже. Президенты садились за стол переговоров с разными там Чомбе, Савимбе и прочими там лидерами там самопровозглашенных или там повстанческих движений. Вот возьмите любую другую страну. Франция, которая очень долгое время воевала в Алжире, которая говорила о том, что 8 лет вот там вот алжирские сепаратисты хотят отсоединиться, хотят отделиться. В результате с Шарля де Голля не упала корона. Когда он в авиане в марте 62-го года сел за стол переговоров с Бенбеллой, и соответственно они договорились о путях мирного развода. Проведем референдум. Если на референдуме и в Алжире, и в Франции проголосуют за развод, да, мы тогда разделяемся. Разделились. Сегодня Алжир наиболее профранцузски настроенная страна в Африке. Нет большего союзника у Франции, чем Алжир. Прошло всего-навсего там после тех переговоров, прошло 25 лет, и Алжир снова вернулся в орбиту влияния Франции. В данной ситуации можно говорить о том, что рано или поздно придет осознание того, что во имя мира, во имя стабильности, во имя каких-то других целей придется сесть за стол переговоров представителям именно законной власти с этими незаконными формированиями ради того, чтобы не гибли солдаты, ради того, чтобы не гибли мирные жители, ради того, чтобы вернулась хоть какая-то стабильность в Украину. Я не верю, что это будет стабильность, которая сразу же у нас... Мы вернемся к тому статусу, который был у нас в 2013 году. Я не верю в то, что у нас будет сразу же все заживут, скажем так, безоблачно и беззаботно, как жили до Майдана. Но я верю, что на самом деле это будет первый шаг к стабильности. Ну, тот же важный вопрос какой? Вот у меня недавно в студии у нас были гости, которые представляли Молдову и Грузию, которые рассказывали, как у них решался этот напряженный конфликт, момент напряженного конфликта. И вот тот же вопрос один для всех сохраняется. Как говорить с этими людьми, о которых вы сейчас говорите, если, по сути, они управляются Москвой? Ну, вот что делать с этим моментом? Вот именно потому необходимо будет сесть за стол переговоров. Потому что если поговорить сегодня с Захаченко и Платницкой, они будут говорить, а почему мы должны садиться на стол переговоры с Порошенко, который управляется Вашингтоном? У них та же аргументация. Он же управляется, он же марионетка Вашингтона. Как мы будем с ним садиться? Я понимаю. Они говорят, но мы же его не избирали, говорят, мы же не голосовали на Донбассе, что в это время не голосовали. И так далее. То есть у них своя логика, у нас своя логика, но в результате мы их считаем, что это марионетки Москвы, и, наверное, правильно считают. Они считают, что Порошенко, марионетка Вашингтона, и, наверное, тоже правильно считают. Но в данной ситуации, давайте будем говорить откровенно, что если Москва и Тилерсон с Лавровым могут договориться, если Путин с Трампом ведут переговоры, то почему невозможны переговоры людей, которые смотрят уже три года, более трех лет друг на друга сквозь прицел, являясь при этом носителями одинаковых паспортов и являясь гражданами одной и той страны, по большому счету. Так что в данной ситуации я очень не хочу, чтобы дальше продолжалась вот эта история, о которой так злобно шутят некоторые острословы, что Соединенные Штаты и Россия будут воевать друг с другом до последнего украинца. Я очень бы не хотел, чтобы это происходило дальше. Ну а вы считаете, что будут воевать, пусть не так жестко, как вы сказали, Соединенные Штаты с Россией, я имею ввиду торговые войны, санкционные и другие, или они все-таки договорятся? У каждого из них, каждый, и Путин, и Трамп являются в первую очередь патриотами своей страны. В первую очередь являются как раз выразителями интересов своей страны. И интересы эти у них сегодня столкнулись. Столкнулись не в одной точке, а в нескольких точках одновременно. Они столкнулись и в Европе, и столкнулись на Ближнем Востоке, они столкнулись в Иране, они столкнулись на Тихоокеанском направлении. То есть, фактически есть большой круг вопросов, которые сегодня не согласованы между Соединенными Штатами и Россией. Но также есть и другие игроки. Тот же Китай, например, является игроком, которого тоже нельзя исключать. Интересы, например, Турции нельзя исключать, которые являются достаточно таким, хоть Путин и заявляет, что у нас все нормально с Турцией, мы нормализовали. Да, конечно. Но на самом деле, знаете, если бы не события конца марта, начала апреля этого года, события в Сирии, где Турция себя повела, очень, кстати, интересно, то можно было бы, наверное, Путину поверить. Но Турция сыграла свою игру и сыграла с Тилерсоном. Ну какую игру? Ну расскажите, какую игру? Интересно. Очень интересная хронология событий вокруг Сирии, вот этого сирийского конфликта с химическим оружием, якобы примененным в Сирии. Потому что очень интересно посмотреть на то, что 27 марта этого года в Стамбул, в Анкару точнее, прилетел Тилерсон. Визит был абсолютно засекречен, не было никаких данных, кроме официальных коротких комьюнике относительно этого визита. О чем он говорил с Теушеглу и с Эрдоганом, никто не знает, по большому счету. О чем-то говорили. Но на следующий день Турция заявила о том, что она прекращает операцию в Сирии, операцию щит Ефрата, военная операция, и выводит свои войска. Абсолютно неожиданно. Турция раньше заявляла, что у них есть интересы, которые касаются нейтрализации курдского вопроса, создания курдской автономии на левом берегу. Ефрата, создание специального коридора, по которому туркобаны, близкие к туркам, могли бы иметь доступ к морю и так далее. То есть, все это они говорили о том, что у них это в приоритетах. Тут они отказываются от этих всех приоритетов и отводят свои войска, выводят из Сирии. Сразу после этого, 4 марта, в Ирак, прилетает Джаред Кушнер, зять Трампа и первый помощник президента, фактически, на сегодняшний день. Один из тех, кто формирует внешнюю политику Соединенных Штатов. Джаред Кушнер прилетает в Ирак. Вот он там проводит какие-то переговоры. И на следующий же день начинается вот эта химическая атака, которая не подтверждена была ни одним государством, только Турцией. Только Турция заявила о том, да, была химическая атака. Да, Турция сказала о том, что было определенное количество жертв. Да, Турция заявила о том, что это используется Зарин, хотя все специалисты говорят, что Зарин не мог использоваться, и что это не проявление Зарина. Но Турция подыграла Соединенным Штатам. То есть в одной команде с Штатами? Фактически. В данной ситуации, будем говорить откровенно, Джаред Кушнер выступает лоббистом интересов Израиля на Ближнем Востоке. Он хочет опять, чтобы Соединенные Штаты вернулись к приоритетной поддержке Израиля. Он, в принципе, проверный еврей, он очень верующий еврей. И, соответственно, он, очевидно, создает некую новую ось, новую действительность, которая может возникнуть или возродиться на Ближнем Востоке. Ось, в которую могут войти и Израиль, и Турция в будущем. Но это перспектива дня завтрашнего. Тогда эта ось будет повернута даже не против Сирии, она будет повернута против Ирана. И тогда Китай и Россия будут вынуждены определяться, будут ли они дальше поддерживать Иран или не будут поддерживать Иран. В то время как Китай, например, зависим от иранской нефти. Иран обладает сегодня крупнейшим танкерным флотом в мире. И именно иранская нефть вместо саудовской нефти, начиная с 2015 года, идет в Китай. Россия пытается заручиться поддержкой Ирана тоже в ближневосточных вопросах. И использовать шиитский фактор против суннитского фактора. То есть идет своя игра в данной ситуации. Игра многопрофильная. И в этой ситуации Турция, скорее всего, будет очень слабым союзником России. Скорее всего, Путин пытается привлечь Эрдогана к себе как своего союзника. Пытается дать ему нечто большее, чем Штаты. Потому что что могут пообещать сейчас Соединенные Штаты? Выдать Гелену, лидера оппозиции? Для Эрдогана это очень важно. Это то, что он хочет сейчас от Соединенных Штатов. Для России очень важно иметь в союзниках Турцию. Потому что Турция это проливы. Это контроль над Кавказом. А что Россия даст Турции? А вот вопрос в данной ситуации. Скорее всего, это экономические связи. Это усиление военно-оборонного комплекса. И прочие моменты, которые связаны именно с Россией. Плюс ко всему газопроводы, которые проходят по территории Турции. Раньше Россия выступала против достройки НАБУК. Против Каспийского коридора. Анатолийского так называемого коридора. Который строился. Еще начинал строиться в 90-е и нулевые годы. Сейчас, фактически. Я думаю, что после того, как в 2013 году Россия получила тоже доступ к Каспийской нефти. После того, как она получила доступ к туркменскому газу. Турция сейчас максимальная, она может выступить в роли партнера в достройке этих коридоров. И еще один момент. Если Турция будет союзником России в энергетической сфере, это значит, что абсолютно ненужной становится война в Сирии. Война в Сирии изначально началась из-за строительства газопровода, который мог сделать абсолютно ненужными российские газопроводы. Если бы был построен газопровод из Катара, из Саудовской Аравии на Европу через Сирию и Турцию, то, соответственно, тогда бы цена газа существенно снизилась бы. Сама длина этого газопровода была бы на 600 километров меньше, чем длина тюменского газопровода. Так что в данной ситуации даже сама логистика, даже сама транспортировка газа была бы уже более выгодной. Именно из этого региона. Поэтому сирийский вопрос, это в первую очередь вопрос достройки или недостройки этого газопровода. Турция, которая является тоже связующим звеном в этом процессе, является как раз гарантом того, что этот газопровод может быть недостроен. Что пообещает Путин за это? Какие будут преференции у Эрдогана? Непонятно. Но, наверное, что-то Эрдоган получил от Путина. Какие-то обещания. Ну и Константин, во всей этой большой политической игре, больших политических перестановках, тусовках, разборках, вот место Украины, оно как-то изменилось в запаске? Нет, к сожалению, нет. И к сожалению, я говорю, потому что Украина теряет главное свое преимущество. Чем была интересна Украина миру? Она не была интересна черноземами. Сегодня не аграрный фактор является определяющим. Она не была интересна своими, я не знаю, чем там, как говорят, что там мозгами, которые там продуцируют какие-то суперпрограммы. Сегодня Беларусь продуцирует больше программ, например, для программного обеспечения, чем Украина. Украина была интересна как транзитное государство, в первую очередь. Через территорию Украины шел транзит нефти, через территорию Украины шел транзит газа из России в Европу. Шел транзит, если хотите, транзит наркотиков из Средней Азии в Европу. Ну, не очень хотим, но принимаем, да. Да, но приходится транзит оружия, транзит живой силы. Все это проходило через территорию Украины. И именно это транзитное положение и обеспечивало нашу дружбу с Польшей, потому что Польша тоже была элементом этого большого пути, большого транспортного пути. Это обеспечило приток определенных средств в теневой сектор, в первую очередь в теневой сектор. Когда-то Виктор Пензенек говорил о том, что постоянно 2010, если не ошибаюсь, год, что у нас в тени вращаются два государственных бюджета. Поэтому мы так легко переносили любой экономический кризис, который был в Украине. Сегодня фактически этот фактор исчез. Сегодня Украина перестала быть транзитным государством. Сегодня транзитным государством стала Беларусь. Поэтому у нее начались все проблемы сегодня, несогласованности то с Востоком, то с Западом. Но Беларусь сегодня пропускает все те транспортные потоки, которые раньше шли через Украину. И Украина сегодня теряет свое значение. Вы видите, начались, как только мы перестали быть интересны в экономическом плане Польши, у нас начали снова прорастать наши старые исторические противоречия. То есть вы считаете в этом? Это главное. Это главное. То есть экономика? Естественно, экономика всегда была базис. Базис, санатстройка? Да, конечно. Завтра день рождения Карла Маркса. Так что мы как раз вспомнили о том, что экономика Маркса – это базис, политика – это настройка. Никогда не бывает по-другому. Так что в данной ситуации, как только изъяли из украинско-польских отношений экономический фактор, сразу проявились исторические противоречия, к сожалению. Так что я думаю, что чем скорее заработает снова механизм, любой механизм, который бы обеспечивал транспортировку тех или иных грузов, товаров, энергоносителей или еще чего-либо, с востока на запад или с запада на восток, только тогда Украина сможет занять свое место. Если она займет свое место в мировой системе распределения труда. И в мировой системе экономики. Без этого Украина просто будет неинтересна для других. Это может быть, например, я не говорю обязательно, что это должно быть обязательно тесное сотрудничество с Россией. Давайте тогда будем говорить о Черноморско-Каспийском регионе. Украина туда поставляет сегодня наибольшее количество товаров, в этот регион. Но при этом он абсолютно находится вне наших стратегических приоритетов. Я имею в виду Турция, Иран, Ирак, Азербайджан, это вообще весь регион Ближнего Востока. Там самые естественные союзники для Украины. Пусть это будет Дунайское содружество. Дунай как крупнейшая артерия. Кстати, когда-то филологи мне обратили внимание на такой нюанс. В украинских песнях постоянно упоминается река Дунай, постоянно отсыл к реке Дунаю. Украина себя всегда мыслила как Дунайское государство. И в украинских песнях нет ни единого упоминания о реке Днепр. Что интересно. Ну как это? В народных песнях нет ни единого упоминания о реке Днепр. Надо задуматься над этим вопросом. Да, да. Ну, Константин, так вот, если все так складывается, то тогда ведь для Украины вообще стоит много новых вызовов. В том числе и формирование не только своей внутренней палечки, но и какой-то совершенно другой уже внешней политики, совершенно изменившимся миром. Дело в том, что это должны быть два процесса. Первый процесс, внутренняя политика, должна исходить из того, что для начала необходимо ответить себе на вопрос, а какое государственное устроено? Что должно быть нашим государственным? Сейчас Украина, это фактически переименованная, перелицованная Украинская Советско-Социалистическая Республика с тем же административно-территориальным делением, с тем же дублированием функций между центральным аппаратом, тогда партийным аппаратом, сейчас администрацией президента и, соответственно, советами, которые избираются, причем с постоянным наступлением на права Советов. И так далее, и так далее. То есть, все это осколок старой советской системы. Что касается... Украина, это то государство, которое по большому счету должно было возникнуть в Советском Союзе вследствие реформ Михаила Горбачева, по большому счету. Это идеальное государство с точки зрения Горбачева. Вот его продолжателем стал Кравчук, Кучма, Ющенко и так далее. До нынешних времен. Россия – это государство Ельцина, Украина – это государство Горбачева, а Беларусь – это государство Лигачева. Это не мое мнение. Эту идею когда-то мне подсказал Виктор Иванович Бероненко, бывший первый секретарь ЦК в ЛКСМ. Мой очень хороший приятель. И, соответственно, один из самых светлых умов России нынешних. Так что в данной ситуации, пусть схематично, но так именно это все сегодня. Мы переживаем фактически все эти рудименты 80-х годов, политики 80-х годов, развала Союза. Украине необходимо новое государство. Необходимо ответить себе на вопрос, это должна быть парламентская республика или же это должна быть президентская. Президентская парламентская или парламентская президентская – это не выход. Мы все время упираемся в один и те же. На самом деле, вот этот тени-толкай, в принципе, он в результате начинает доминировать над здравым смыслом. Дальше. Каким должно быть внутреннее устройство? Устройство между Киевом и регионами. По какому пути необходимо пойти в данной ситуации? Все это должно лечь в основу Конституции. То есть, необходимо все-таки, если Порошенко хочет войти в историю, если Порошенко хочет остаться президентом, он должен не побояться дать Украине новую Конституцию. Новую. Не Конституцию 1996 года переписанную, что вот здесь вот читаем, здесь рыбу заворачиваем, это еще что-либо. А именно, как это было принято в 2004 году, в декабре, когда писалось на коленке, и, соответственно, большое количество несогласованностей, и в Конституции большое количество, там есть моментов очень скользких. Либо же в данной ситуации пусть он распишется, что его абсолютно устраивает это государство, и пусть это государство в этой форме функционирует дальше. А можно небольшое замечание? Вот интересно же, появилась информация о том, что как технологический ход будет предложено уменьшение полномочий президента к парламенту. Вы же тоже знаете, да? Ну, опять же, конечно. Дело в том, что, ну, это же очень хитрый ход. Во-первых, очевидно, что этот вариант будет предложен. Вот есть последняя поправка в Конституции Соединенных Штатов, принятая, кажется, в 92-м году, если не ошибаюсь. Вот, так, эта поправка, она гласит о том, что, например, конгрессмены и сенаторы могут повышать зарплату, вот, но не для себя, а для следующего созыва, для следующей каденции, для тех, кто придет в следующий раз. То есть, в данной ситуации, очевидно, что тоже правило будет действовать и в Украине. Вот, президент лишится полномочий, но не этот президент, а следующий. Ну, вот. Да, то есть, Порошенко примет полномочия, там, второй раз будет избран на пост президента, но его преемник уже станет, там, такой себе, украинской королевой. Так, вот. Да. Так что, который будет принимать верительные грамоты, который будет вручать награды, будет раз в год, там, амнистию объявлять, будет, время от времени, если зайдет ситуация в тупик в парламенте, будет распускать парламент, ну, к чему, давно, но при этом он будет лишен любой другой инициативы. И администрация президента превратится просто в канцелярию. Вполне возможно, что пойдем по этому пути. Президент Австрии, президент Германии и так далее, имеют такие же полномочия. Вот. Что касается Конституции, возможно, что это будет выход. Возможно, что тогда действительно заработает как-то. Но тогда давайте будем говорить о том, что тогда необходимо переходить к двухпалатному парламенту, максимальной децентрализации. Если вы не хотите говорить слово федерализация, если оно табуировано, хотя еще в 96-м году в Верховной Раде собирали конференции, которые рассматривали вопрос о федерализации, то есть тогда это не было табуированного слова. Просто испахамили это слово, будем говорить откровенно. Да, но приобрело совершенно другой негативный оттенок. Соответственно, давайте будем говорить о максимальной децентрализации и о дифференцированной интеграции разных регионов, как в Италии, например. Италия же унитарное государство, но при этом разные регионы имеют разные полномочия, права и разный статус внутри Италии. Дифференцированный подход к интеграции. Возможно, это тоже выход. Италия тоже, кстати, у них и сепаратизм, тема сепаратизма, и у них тема объединения разных осколков этого государства в единую страну стояла достаточно остро на протяжении ста с лишним лет. И до сих пор стоит. Так что в данной ситуации Украине необходимо обращать внимание на опыт Италии, Испании и прочих государств, которые сталкивались с такой проблемой. А дальше уже переходить параллельно и к внешней политике. Определять. Давайте признаемся честно, что евроинтеграция не сработала. Европа столкнулась со своими проблемами, у Европы огромное количество проблем. Брать еще на свой баланс 35 миллионов голодных ртов из Украины, которые не готовы сегодня откровенно к жизни в Европе. Экономика, социальная сфера и прочее требуют серьезных вливаний, капиталовложений. И Европа не готова, Шульц уже сказал, на протяжении 25 лет ближайших. Не готова. Не готова интегрировать Украину. Давайте говорить о других формах. Кто-то говорит о Балто-Черноморском сотрудничестве. Балто-Черноморское сотрудничество это старая идея Пилсудского, которую реанимировал Бжезинский. Но это так, создать некий заслон, некий вал от России, между Россией и Европой, чтобы не допустить создание зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Старая идея, тоже еще довоенная идея Жака Терриара, которая воплотилась сегодня уже в идеях новых евроскептиков и прочих политиков европейских и мыслителей. Так вот, в данной ситуации давайте будем говорить не то, что где мы будем элементами чужой игры, а те комбинации, где мы можем быть действительно продемонстрировать свою субъектность или найти свою субъектность. Вот я и называл поэтому Черноморско-Каспийский регион, где мы можем быть равными партнерами и равноинтересными и Турции, и Азербайджану, и Ирану и прочим государствам. И Дунайский регион, где мы можем быть тоже партнерами, равноправными партнерами с балканскими государствами, с центральноевропейскими государствами. Ну и несколько по международному тоже важность. Вот выборы во Франции, вот уже итог предрешен или нет? Я думаю, что на самом деле да. На самом деле я не думаю, что это те выборы, у которых будет некий, не знаю, некий сюрприз. То есть не как в Америке? Хотя еще, конечно же, интрига остается. Я общался с некоторыми своими французскими коллегами. Они уже начинают говорить о том, что уже даже в среде национального фронта начинаются свои брожения. И уже начинают говорить о том, что Марин Лепен не тот человек, который должен возглавлять дальше национальный фронт. Давайте пройдем через президентские выборы и выборы в парламент, которые будут в июне. И, соответственно, после этого, наверное, будет смена ролей. Возможно, вместо Марин Лепен придет ее племянница Марион Лепен. То есть все-таки наследственность у них сохраняется? Да, наследственность сохраняется. Более того, что Марион Лепен сейчас набирает все больше и больше баллов и больше и больше симпатий у французов. И она способна, например, оторвать даже часть галистов под свои знамена и даже часть социалистов. Несмотря на то, что это как бы антиподы политические. Дальше, соответственно, очень интересная ситуация с электоратом Меланджона и электоратом Фиона. Фион вроде бы призвал голосовать за Макрона, да. Но дело в том, что его электорат, это электорат, который наиболее пострадал от санкций антироссийских. И почему он так постоянно акцентировал внимание на России. И, соответственно, в данной ситуации не нравится позиция Макрона по многим моментам. Что касается Меланджона, у него якобы левая электора, в то время как Марида Лепен правая. Но это он тоже противник нынешнего истеблишмента. Он тоже фактически анти-эстеблишмент. Такой проект, как и Марида Лепен. И в данной ситуации не левизна, а именно этот фактор может выйти как первоочередной в отношениях, в симпатиях. Макрон выиграл вчерашние дебаты. Это да, правда, это отметили все. Об этом даже в России написали. Хотя симпатии в России все-таки на стороне Марида Лепен. Но при этом Макрон на протяжении прошлой недели сделал несколько заявлений, которые были на ура восприяты в России. Например, он заявил о возможности Фрексита. Фрексита, вот. Вы смотрите, как становится это модным в Европе. Это очень модно. Поэтому я говорю, что проблемы у Евросоюза. И сейчас вот этот Брексит, который мы наблюдали в прошлом году, он может стать первым звеном в цепи разного рода процессов, которые будут проходить в Евросоюзе. В любом случае, в 2019 году выборы в Европарламент, скорее всего, выиграют евроскептики. Евроскептики сегодня усиливаются в разных государствах. Мы увидим, какая будет расстановка сил во французском парламенте уже в июне этого года. Мы увидим осенью этого года, какой будет расстановка сил в Буддестаге и так далее. То есть будет очень много предпосылок к тому, что евроскептики будут сегодня приходить к власти в разных государствах. И не столько выводить свои государства из Евросоюза, сколько требовать реформ, требовать обновления, требовать максимальной децентрализации, усиления национального фактора в Евросоюзе. И плюс ко всему будут использовать как некий фактор шантажа, как элемент, инструмент шантажа, свои вот такие экзиты. Вам не нравится, мы уходим, условно говоря. И пример Великобритании будет заразительным. И это все будет под аплодисменты Трампа, например, с другой стороны Путина. То есть, вы думаете, им понравится? А они оба фактически являются, хоть и сегодня антиподами являются, но они являются выразителями одного и того же, одних и тех же настроений, антиглобалисты. Это пример того, как национальный фактор дивидирует над глобалистским фактором. У Трампа и Путина есть общий враг, Сорос. Я поняла. И, соответственно, в данной ситуации мы видим, как сейчас трансформируется Европа. Как начинают государства, которые раньше ориентировались на Соединенные Штаты, сейчас переориентируются на Германию. Как социал-демократы начинают группироваться между собой какие-то горизонтальные связи. И сразу же пытаются апеллировать уже к социал-демократам немецким. И делать ставки разные. И Меркель прилетала в Россию далеко не от хорошей жизни. Дело в том, что если бы нужны были переговоры, и если бы это были переговоры на равных, то это были бы переговоры, которые были бы на нейтральной территории. Не в Сочи. Не в Сочи, естественно. Путин принимал ее даже не в Москве, а в Сочи. С точки зрения даже немцев, немцы в этом написали в своей прессе, о том, что это унизительно было для Меркель ехать в Сочи к Путину, вести переговоры. Зачем она поехала? Очевидно, ей необходим нейтралитет Путина в немецкой кампании. То есть, чтобы он не вмешивался в выборы в Германии. Потому что журналистка из Германии так и спросила. Вы вмешивались в там выборы? Путин чудесно понимает, что Шульц, да, у него есть все шансы фактически для того, чтобы выиграть выборы. Социал-демократы сегодня на гребне. Но если, например, не запустить фактор альтернативы для Германии, то у Меркель есть все шансы победить. Ах, вот о чем речь. То есть сейчас об альтернативе для Германии. Альтернатива для Германии – это очень хорошо управляемый, очень удобный проект, который сегодня оттягивает от христианских демократов от 15 до 20% по разным данным. Потому что те, кто разочаровались в Меркель, куда они пойдут? На левый фланг они пойдут. А на правом фланге есть молодые, зубатые ребята, которые говорят о том, что Германия снова должна быть великой, не пяде родной земли этим иммигрантам, которые приехали. И так далее, и так далее. И, соответственно, очень хорошо управляемый проект, который, в принципе, этот фактор может сыграть свою роль против Меркель. Я знаю лично нескольких христианских демократов со стажем, которые там по 20-30 лет были в христианской демократической партии, которые вышли в прошлом году и вступили в альтернативу для Германии. Так что, да, этот процесс сегодня слабо отслеживается, скажем так, но он может сыграть свою игру. Выборы в Европарламент показали, сколько представителей альтернативы АДФ, точнее, фактически прошли в Европарламент. Хотя на прошлых выборах в Бундестаг набрали около 4%, даже не прошли в Бундестаг, это политическая сила. Это наиболее динамичная растущая политическая сила в Германии. На фоне всех тех проблем, на фоне кризиса, на фоне миграционных процессов, они набирают голоса. Баронесса фон Шторх использует трибуны Европарламента и любую трибуну для того, чтобы агитировать и за себя, и за свою партию. Ну и пару слов буквально о том, что началась президентская кампания в России, и вот то, что Навальному не позволили участвовать в выборах формально, многие говорят, что он может участвовать. Это означает ли это, что спарринг-партнеры, там уже по большому счету неважно, кто будет, что Путин снова остается, или это означает совершенно другую игру и что Путин уходит? У Путина сегодня нет спарринг-партнера. При рейтинге 84-86 процентов, пишут иногда, у Путина резко упал рейтинг. Был 86, теперь стал 84. Но реальные уже, наверное, меньше немного. Нет, но будем говорить откровенно, что Левада-центр достаточно скрупулезно подходит к своим исследованиям, и эту цифру не оспаривает никто, ни на Западе, ни в самой России. Дело в том, что на фоне того, что происходит сейчас в мире, очень удобно Путину и его пропаганде показывать вот либо Путин, либо Украина. Вот видите, что в Украине происходит. Хотите жить в Украине? Нет, тогда голосуйте за Путина. И 86 процентов говорят, нет, не хотим жить в Украине, давайте пусть лучше Путин, пусть лучше диктатура, тоталитарный режим, авторитаризм и все прочее, чем то, что происходит в Украине. Так что в данной ситуации картинка, которая создается сегодня «Россия-24» и так далее, играет свою роль не для украинского потребителя, обращена не на Украину, а именно на российского потребителя. И все эти так-шоу и так далее играют на рост рейтингов именно Путин. Поэтому спарринговых партнеров у него нет. Навальный, будем говорить откровенно, это абсолютно надутая фигура, абсолютно манипулируемая фигура, абсолютно фигура, которая абсолютно пустышка, без каких-либо реальных претензий на власть, ни без возможностей фактически осуществлять власть. Тем более представьте себе Россию Навального. Да не дай бог, лучше пусть уже Путин сидит. Вы думаете, да? Я просто сложно не знаю таких деталей. Лучше экономический либерал Путин с его авторитарными замашками, чем откровенный фашист Навальный, который явно заявляет о том, что Крым все-таки должен принадлежать России, не только Крым и так далее. Поэтому будем говорить откровенно, что в данной ситуации есть нюансы оппозиции, но так ли мы хотим этой оппозиции, чтобы она пришла к власти в России. Второй момент это то, что вполне возможно и существуют такие намеки, что Путин в принципе может на некотором этапе осенью сыграть в определенную такую интригу и назвать своего преемника. Назвать преемника и сказать, что я буду лидером нации, а я талой, я буду царем, буду издавать указы, царство держа на боку, как писал Пушкин. А вот президентом будет, например, Володин. Володин все-таки, да? Ну, а вы думаете сразу же? Я просто первый, кто приходит в голову, я думаю, что точно такой же пример приходит в голову и многим в России сегодня. Хотя вполне возможно это будет не Володин, а там я не знаю, там Антон Вайнов, там еще кто-то. Кто угодно. Вы знаете, в... Кто угодно звучит как-то просто, это фантастично. Подобная система была в межвоенной Польше. Вот. Был глава государства, начальник подствовый, так называемый, Пилсудский. Вот. Был президент с ограниченными полномочиями, он тоже только раздавал награды там и подписывал указы. Вот. И был премьер-министр. Вот. Вот. И вот это три степени государственной власти, вот. Они обеспечивали некую стабильность в государстве. Вот. Вот. Некая сакральная фигура во главе государства. Сначала Пилсудский, которого боготворили. Потом маршал Ритц-Смиглый. Вот. Ну, который фактически был последним начальником подствового в Польше. А между ними там была такая прокладка в виде президента. Абсолютно символическая, абсолютно такая церемониальная фигура. Вот приблизительно, возможно, то же самое будет и в России. По крайней мере, это обсуждается. По крайней мере, дискутируется такая форма, что президент будет вести диалог с субъектами федерации, будет постоянно встречаться с этими главами. А вот глава государства, лидер нации, будет фактически вырабатывать некую стратегию развития государства, думать, будет встречаться с сильным мира сего, принимать участие в различных G20 и так далее, в прочих сходках. Так что вполне возможно, что эта формула еще сработает. Если нет, тогда мы не увидим никакой интриги. И Путин тогда будет фактически президентом на второй срок. Если, конечно, не будет каких-то катаклизмов, переворотов, попыток смещения и прочее, прочее. Все мы смертны, все мы ходим под Богом и так далее. То есть, пока что ничто не предвещает того, что Путин не будет переизбран на следующий срок. Ну и последний вопрос в качестве прогноза. Вот же совсем немного остается времени для того, чтобы запустить избирательный процесс, чтобы в Украине, чтобы наконец-то выборы состоялись осенью. Я так понимаю, что отдохнув, депутаты и все политики по большому счету выйдут на работу и встанет вопрос. А, будет ли отставка Гройсмана? Это вот первый к вам вопрос. И второе, будут ли выборы осенью? И будет ли что-то закручено весной? Вопрос отставка Гройсмана. А зачем? Ну, знаете, когда-то Владимир Михайлович Литвин, когда вступила в силу Конституция в 2006 году, вступила Конституция 2004 года, поправки Конституции, и когда он вдруг осознал, что он спикер Верховной Рады, он понял, что он может отправить в отставку Еханурова, и он воспользовался своим правом. Он поставил это на голосование. А зачем, он, в принципе, тогда не объяснил никому. Он для себя даже не понимал, зачем. У него появилась такая возможность. Отправлять в отставку, чтобы только отправлять, но я думаю, что это абсолютно контрпродуктивно. Но отставка Гройсмана запустит новый процесс? Отставка Гройсмана нет. Это вполне возможно, потому что отставка Гройсмана это значит, что необходимо будет, чтобы коалиция внесла новую кандидатуру. Коалиции де-факто нет. Это сразу станет очевидно, что коалиции нет. Вот если нет коалиции, и за 30 дней она не сформируется, если в коалицию не войдет Олег Ляшко с своими аппетитами, амбициями и так далее, тогда коалиция распадается, и тогда просто-напросто президенту придется идти на досрочные выборы. А если же, например, Олег Ляшко спасет коалицию, войдет в коалицию, потребовав для себя самые жирные куски в кабинете. Золотая акция. Именно, естественно. А теперь от него все зависит. Соответственно, тогда у президента есть другой вариант пойти на досрочные президентские выборы. Да ладно, он не пойдет никогда. А почему? А почему? Смотрите, дело в том, что сейчас его рейтинги позволяют, скажем так, войти в зону риска, войти во второй тур. И при низкой явке избирателей, а явка будет очень низкой, дай бог, чтобы 30%, при абсолютном контроле, тотальном контроле над административным ресурсом, при всех этих факторах, он может победить в выборах. Плюс ко всему, сейчас уже в администрации президента начали поговаривать, что нам бы еще Юлию Тимошенко снять с выборов, не допустить ее на выборы. Я говорю, а почему, на каком основании вы? Ну, мы тут так подумали. В феврале 2014 года Верховная Рада приняла решение о том, чтобы освободить Юлию Тимошенко. Она превысила свои полномочия, она же не может отменять решение судов. Так что, вот такая казуистика началась уже. Начали об этом говорить. Верховный Штат не имеет права отменять решение суда. Поэтому мы так вот сейчас подумаем, что у нее не погашена судимость, что ее нельзя допускать. То есть, сейчас будет направлена именно на это еще деятельность. И тогда, например, выходит во второй тур, например, Петр Порошенко и Юрий Бойко или Вадим Рабинович, например. Ну, или Олег Лешко. Или Олег Лешко. Но Олег Лешко – это хуже. Олег Лешко не за этим пойдет, наверное, в коалицию. Одним словом, представьте себе, что в такой ситуации, естественно, что все как один, станут на защиту завоевания Майдана. На то, чтобы не допустить реванша и так далее. Ну, и, соответственно, картина понятна. Такой возможности у Порошенко не будет в 2019 году. Когда его рейтинг к тому времени будет ниже, чем рейтинг Ющенко в 2010-м. А можно разве ниже? Там у него уже, по-моему, было в рамках. У него 5% было, да. Поэтому я и говорю. Так что это его шанс еще остаться на 5 лет. Недаром Игорь Грынев сказал, что он уйдет из политики Грынева уйдет из политики в декабре этого года. Ага, вот, оказывается, в чем дело. И поедет послом в Швейцарию. Константин, спасибо огромное. Много интригутов вы посели. Ну что же, ждем, ждем. Уже тут совсем немного осталось. Снова возрождение нашей политической жизни в Украине. Спасибо вам огромное, Константин. Хороших праздников. А вы оставайтесь сами. Мы продолжаем прямой эфир на Укра-Лайф-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok